Тренд-потектор, инвокер, мирана, смотрел стрим ПГГ, был написан что, над нави. Не, ну там, типа, у него канал связан с каналом нави, потому что там у него что-то с его каналом произошло, ему нужна была помощь, и нато свинцеры помогли ему с созданием канала, на которой партнерка. То есть канал-то как бы на твиче создать не проблема, а вот получить партнерку на этот канал довольно непросто, и вот Володька обратился к нави, и давно это уже было на самом деле, помогли, и поэтому у него сейчас там на канале, когда он стримит, подписано что, типа, это идет стрим от нави. Тренд-протектор инвокер. Походу будет такая терпильная дотка от Cloud9, но опять же инвокер это не терпильный герой, я думал тренд-протектора не возьмут Сэнд Кинга, Cloud9, потому что инвокер и Сэнд Кинг на первые два пика, по-моему, идеально. Вот эти подкопы и Сэнд Страйки сверху, это очень крутая тема, и зачастую команды, которые играют агрессивно, результативно гангуют, они тупо побеждают. У имперцев появляется Дарксир. Планы пока не особо понятны, выход есть как в терпильную доту у одних, так и в агрессивную доту. В общем, у одной и у другой команды вариантов развития множество. Банится Висп от Team Empire. Ростас Муертас стал ультра популярен. Здарова. Ростас Муертас. 10 секундов. 5 секундов. Резерб time. Дарев's ban. Дарев's pick. сори трекся немного тут какое-то обсуждение идет кстати да конкурс в группе вот в чате откид отписывают ссылочку на еще один смайлик один смайлик уже добавлен и нужен еще один смайлик так что вот участвуйте вирсу т.в. паблик если кто не в чате то можете так вирсу т.в. просто выкаточка ком слэш вирсу т.в. заходите и там принимайте участие если умеете делать какие-то смайлики или может быть знаете какой-то где-то тупо скопи пестить если смайлик хороший то можете выиграть аркану ну что ж висп и пак таковы баны на второй стадии от империи бэйна и сэнд кинга вычеркивают клауд найн ну два суппорта наверно одни из самых сильных суппортов которые могли бы быть в пике у империи теперь не будут взяли себе клауд найн лича а не хочется сейчас начать кричать просто кричать это самая страшная связка героев это самое страшное что можно было придумать но клауд найн все-таки решились на это рано или поздно мы бы это увидели не сегодня так завтра не завтра так послезавтра кто-то бы отчаялся и взял бы трэнта с личом два героя которые могут дефить товара как по мне бесконечно причем можно прям сразу это делать что тренд с ливен армором что лич может прокачать себе ну на третьем левеле он может изучить как минимум этот frost армор даже на четвертом то есть ну что на первом берешься крифейсы на втором бласт на третьем бласт на четвертом берешь армор ну как то так посмотрим какой будет skill build улича никс ассасина добирают самый страшный герой под все это это кстати даже не знаю что могут они взять нужен какой-то керри который сможет фармить в то время как клауд найн будут дефить дефить своими от арморами на товарах потикала резервное время это драгон найт империя собирается давить диаболики как известно очень быстро пробивают ливен армор это очень приятная ситуация но никто не отменял армор лича который замедляет как мы в спид так и атак спид давайте посмотрим на это уже на практике потому что в теории лич плюс тренд это что-то невообразимо опасно страшно неприятное но на практике по но иногда бывает совсем не так radian's ban забанили рубят знаете как вот террор блейда и вы вроде как пофиксили а я вчера смотрел стрим дреда и как бы они выигрывали и точно не из-за террор блейда нет я же террор блейда пофиксили точно не из-за него выигрывали то есть на практике обратная ситуация если без шуток то террор блейд как был диким ублюдком так и остался диким ублюдком то что он там тебе я знаете у меня в голове иногда вот мысли проскакивали а может быть у него иллюзии иногда вылазит багнутые потому что иногда ты смотришь на дэмэдж террор блейда ну да там 150 160 200 урона ну как бы это не так у него нет там какого-то супер дупер атак спида жесткого но тебя разваливает за секунду ты как кусочек мяса у тебя там полторы две тысячи хп пол секунды прошло тебя уже нет как будто тебя стерли такое иногда впечатление складывается что иллюзии у него бьют не стопроцентный урон а ну вообще не там сколько у них процентов кстати я даже не помню но там точно не 100 там какой-то процент 40 или 50 наверное как то так но такое впечатление складывается что там все 200 то что тебя убивает за пару секунд там даже не секунда за полсекунды убивает за пару ударов я как-то даже хотел проверить чекнуть просто на наличие багнутых иллюзий может быть реально просто никто не обращает на это внимание это понятное дело что никаких багов нет это просто-напросто такой герой жесткий дэн секунд стигу так ласт пика 5 сф но в этот раз от cloud 9 будет фармящий сф против пушащих имперцев а вот это уже интересно ласт пиком взяли видж доктора но видж доктор это наверно один из самых таких непонятных по смыслу героев в этом пике то есть а против чего он для чего в патче вроде его никак не подымали никак не резали не улучшали не ухудшали в общем не коснулась изменений его статистика и скилы непонятно тогда что он тут вообще делает видж доктора брали последнее время против чена очень неплохо заходит потому что учена крипы по 5 секунд от банки сидят в каши и тем самым крипы чена становится бесполезная а если крепы чена бесполезны то на 50 процентов чем тоже как бы получается бесполезен ну что ж ван скоро на вич докторе на драгонайте будет играть резолюшен маг дарксир сайлент номера не флай лишь рачок ку-клаут на пайлайдай тренд пансеванник синг-синг shadowfind ау и 2000 лич и это на лэнвин на инвокере да пока непонятно пока непонятно насколько сильна связка лича и трэнта насколько эти ребята ужасны в дефе не особо понятен пик вич доктора но явно его брали взяли не просто так ну во первых у этого героя если так уж посмотреть 59 дамага с руки у миран и 47 чисто для сравнения и рейндж тут шесть сотен то есть он фул ранжевик без всяких там урезаний типа как у джакира по моему вроде у джакира там не 600 рейнджа 500 или 400 даже ну и так далее тут у нас нет замочи драта в рейсе на хранжевиков и улича в шесть сотен но тоже улича 550 так вот подрезали ему рейнджу немного о сф чик здравствуй да ну арал поймал он конечно шальной нельзя такие стрелы ловить ведь доктор в него ничего не кидал он просто тупо поймал арал и умер из-за этого это называется не доглядел свернулся наверное в какой-нибудь twitter или в свой фейсбук что-то написать о-ло-ло пыщ-пыщ мы тут дотку начинаем всем привет лалки а тут прилетает ару и сф чик сидит в таверне недолго но зато денег прилично капнула в карман в карман резолюшину по халявный ботал самый быстрый ботал инвизиц ванскор должен сейчас изучить баночки и пойти сэфом насадить на кукан тут есть dragon tail братюня тычку банку тычку тычку станчик озвучиваем каждое действие империи еще одна тычка и сэф умирает у меня вопрос почему в прошлой игре сэф так не умирал но вот сразу как только появилась возможность его сразу загангали как только появилась возможность сразу загангали у меня второй вопрос почему не поставлен ни один вард для сэфа ну вот стоял бы хотя бы один вард на руне и этот инвиз было бы видно и было бы понятно что сэфа могут прийти загангать но почему-то нет вардов как сэф должен стоять в миде если у него нет вижена непонятно но как-то должен бон сэван с моноберном здесь у нас но пока не особо с деньгами о сын собаки подписываться нормальный нормальный тип сделал себе такой никнейм здорово сынули то ботал сразу появился то есть как бы это это самый быстрый ботал один из самых быстрых там быстрых потому что я думаю резолюшен не первый мидер который вообще не первый игрок который сделав фб сразу покупает ботал все путем ван скор первую вторую пока качает тренд с хостой но в отличие от сэфа товарищу dragon knight у все видно и резолюшен знает о том что тут но во первых надо быть поосторожней с курьером тренд это машина жесткая если она в тупую побежит может забрать даже курьера но все тренд ничего не сделал но в это время маг на хосте бон сэвана запинывает запинывает ногами ему по лицу руками лишь бы лишь бы отогнать но у них с ассина много армора у них с ассина из пурман шилд и регенерация аро попадает ты ж посмотри сайлен сегодня просто в ударе всеми стрелами попадает сверху станчик вот лишь широко кстати трипло довольно опасная потому что и у одного и второго станом надо еще и попасть единственно что под банку эти станы можно кидать но банка действует всего лишь одну секунду на героя то есть дизей был реально очень слабенький тычку нужен еще один хит как минимум и потом только призы . призы минус отлично резальшен делает килл очень наглая дота играют очень раскрепощенно видно по вот таким мувом они как бы доказывают как раз таки то что я сказал потому что если бы они играли зажато и осторожно резолюшн бы не полез под тауэр не стал бы рисковать своим положением это вообще пересекается одним тп сейвом любой просто прилетел бы сейчас на помощь к сфу и резолюшн сидел бы в таверне но либо резолюшн знал о том что там ни у кого нет скролла либо просто решил рискнуть алвиз ваннафлай вам опа подрывает стеаболики и уходит в инвиз а ролл попадает но попадает в инвокера хотели бахнуть лича в итоге придется отступать колд снэпы есть почему он не завязал колд снэпы на мирану пораньше бы все это сделал сейчас бы сайлен сидел в таверне но почему-то решил инвокер сыграть невероятно терпильно станом флай не попадает понимает что ему уже здесь ничего не светит дерется до конца арау мимо лол ну держишь ты сайлен оба сдохли но если бы сайлен дрался сразу не стал бы убегать не стал бы мансовать не тратил бы время свое драгоценное он бы еще и выжить мог обидно немного но сайлен кстати получил экспу вроде как или нет или инвокеру нет у инвокера четвертый левел значит сайлен получил экспу за инвокера а потом только умер очень приятная ситуация резолюшн в миде делает килл на трэнте играючи так пришли в двоечка давай пытаться убивать дрэгонайт а он откидывается своим хвостом и все и ложил он болтяру на все происходящее бон сэван с регенерацией в бутыле единственный наверно кто может как-то повлиять на ход игры это бон сэван со своим никсом и вот он резолюшн нападает баночки прилетели брезами накрыли сф в такой заднице 050 вот такая должна быть статистика у сэпа вот не больше не меньше это стандартный паб в котором чувак пикает сф и надеется на то что его не изнасилуют ой какую цель то выбрали ребята чё ж вы самого не толстого героя то хотите убивать но резолюшн резолюшн то живет ты посмотри сколько в него всего было потрачено они не могут его убить пытаются забрать ван скоро ван скоро ушел ай-яй-яй-яй-яй а в это время инвокер прям под тауэром умирает от рук сайлента что с клауд-найн не так или это империя просто такие жесткие империя жесткие как бы спору нет но клауд-найн вообще как потерянные играют как будто не знаю сидит версута и 4 его друга вот они играют и факер факер который играл вчера за 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 роксов стендином там я читал канфу на факера были наезды ну понятное дело что не всерьез шутя на любя в меру любя конечно же вот так а в это время опять убивают асфа и почему я не удивлен почему я не удивлен 0 6 6 0 да уж синг-синг-синг-синг не но сф конечно не самый сильный герой в виде но чтобы вот на такой степени это конечно полный трэш никс ассин что какой-то весь побитый умирает у нас опять тренд протектор сайлент там не прощает вообще не дают ни секунду продохнуть своим противником постоянно постоянно что-то происходит тавер на топе упал в миде упал 13 27 минут и изи каточка даже не знают даже не изи каточка это какая-то изи бризе каточка и пока вот этот ливен армор плюс айс армор как-то не ощутили но айс армора в принципе нет ливен армор еще только второго левела тренд протектор пока не какущий чё там тренд протектор сф пока не какущий то там ситуация такая была типа организаторы бтсов сказали габлаку о том что молд ребят давайте вы короче стартуете как нибудь хоть каким составом лишь бы игра стартанула так он сэван теряп за задницу но сайлента реакция хорошая особенно когда он видит своего противника уходит спокойно вот этой вот этого ганга так вот и у габлака не загружался не загружался апдейт они опаздывали габлак пытался загрузить апдейт перезапускал все по 25 раз и steam и так далее но апдейт так и не загрузился в итоге пришлось искать кого-то кто сможет сыграть там играли три стэндино три стэндино играли за роксов понятное дело что виртуз про уж такой-то состав раскатают ну в общем они раскатали блин вот бы было бы конечно жестко если по нищие проиграли подобному миксу если бы факер если бы факера вселились демоны и он бы там начал просто играть как бог выиграли бы виртузов вот это был бы конечно рофал жесткий виртузов наверно то на той игре потели больше чем на любой другой потому что проиграть команде в которой играет аналитик уточнение аналитика ведущий аналитики это вообще забей хуже только если бы проиграли вирсути так ну прохладные истории у нас заканчиваются ну и как же закончится эта игра не уже неужели клаут найн так и нам не покажут во всей красе ливен армор и айс армор алё ребята зачем вы брали этих двух героев я не понимаю ваше товаро падают тупо за секунду а дефа никакого зачем нужен тогда этот нахрен лич т.п. ароу успевает долететь ай синг-синг айди удачник ванскор ванскор там еще и чуть не догнал но не догнал курьер на базе так ну продолжается продолжается у нас издевательство над клауд майн решили они все-таки собраться вместе 11 минута у них упали уже все внешние товара кроме вот этого на топе и он на подходе сайлент отца от 0 и уходит сайлент слипа никс в гуще событий моментально его разносят ливен армор ненадолго продлил жизнь товара подтянулся тренд ох ты чайник только хорошо летает но пока два в два размен даже неплохо для клаут найн учитывая их ситуацию иллюзия трэнта тычка бризы минус сэфчик развалился здесь тп аут и вроде успевает уйти до успевает чуть-чуть не хватило драгонайта там буквально какого-то вижена он бы его застанет успел точно ну вот тренд получил шестой что тут у нас никс восьмой левел тут седьмой левел армор появился и вот теперь клаут найн будут терпеть каким образом непонятно но будут терпеть потому что всего-навсего 12 минута на такой минуте при всем желании зайти на хайграунд как по мне будет нереально все-таки даже учитывая тот факт что 14000 золота и 5000 экспы вот если бы было бы 14000 экспы преимущества и столько же золота то изи бы зашли но левела здесь маленькие и здесь как бы пока еще не супер огромные ну за исключением некоторых да героев потому что например вот этот дядька только шестого вич доктор седьмого остальные да этот девятый тут одиннадцатый тут одиннадцатый то есть у этих все норм но это для пуша т3 тауэра недостаточно учитывая тот факт что клаут найн будут резаться как кролики там и напрягать вот он бун сэван поднасрал забрал курьера а ролл пролетает сквозь резолюшена стерфол а полой дай перекрыл минус кстати а какого левела этот молитик там первого левела чисто так попугать закидывает там фигня вообще тот молитикт ну что посмотрим смогут ли сломать вот уже замедляется атака станчик сон страйк и пол хп как я же говорю вот реально очень тяжело хилл на два раза изучен баночки промакшены ароу рандомный ну клаут найн уже поймали по моему столько стрел что пора бы как то и доджить их действие айс армора крайне неприятное очень сильно замедляется атак спид ну а сам по себе армор дается не такой уж и большой ливен армор моментально сбивается форсом попытаются убить самого толстого героя но чайник слушайте очень неплохо попрыгал станчик на синг-синга синг-синг отваливается чайник продолжает путешествие по игрокам эмпайр но они его не особо ощущают вич доктор восстановил все хп тренд бац на ультиммейт минус тренд это гг просто вообще в салатину в какашку в дрипипиську не знаю какие еще эти тезы применить можно в общем гуд гейм и занимает эмпайр на джоин дота лиги первое место молодцы ой вот как то так дорогие друзья и 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